Лесногородская школа У Ксении Махнач двойняшки. Второй ребенок, второй с расстройством аутистического спектра. Женщина мечтала о том, чтобы ее дети пошли в первый класс вместе. И ее мечта сбылась. Мой мальчик учится в формате инклюзии со своим родным братом. Соответственно, это большое счастье для нашей семьи. И тем самым мы надеемся, что Саша всегда будет со своим братом, и они будут вместе идти по жизни. Это большое счастье. Саша с большой радостью ходит в школу. Ему очень нравится, потому что это программа, которая подобрана для него. Она учитывает все его особенности. Пять детей с расстройством аутистического спектра с сентября этого года учатся в обычном первом классе Лесногородской школы. Преимущество ресурсного класса состоит в том, что каждому ребенку здесь предусмотрен индивидуальный подход и разработана своя программа с учетом их особенностей. Каждый из этих детей зачислен в свой первый класс. Первый А, первый Б, например. И эта зона – это такая территория, где дети могут получить те необходимые навыки, которые им не дают возможности полноценно включаться и на уровне со своими сверстниками посещать те уроки, которые стоят в расписании. Поэтому в этом классе они получают такую поддержку индивидуальную каждый. Поддержка выражается в дополнительном обучении каким-то академическим навыкам. Ресурсный класс напоминает небольшую комнату, поделенную на несколько секторов. Индивидуальные рабочие места, зоны для групповых занятий и сенсорная зона разгрузки. У каждого из этих пяти детей есть свой тьютер и один учитель на класс. Каждый тьютер отвечает за одного ребенка, разрабатывает для него программу, мониторит его состояние. В зависимости от того, насколько ребенок готов, он постепенно вводится в класс на небольшой период времени. Ученик занимается на уроке как обычно, но если тьютер замечает, что ребенок устал, начинает плохо себя вести, показывает, что ему тяжело, он сразу возвращается в ресурсный класс. Родители при таком подходе замечают положительную динамику. За эти неполные три месяца в ресурсном классе я вижу такие изменения, что, например, предложения и речи стали более полными, более целенаправленными, конкретными. Появилось обращение за помощью, чего раньше как бы не было тоже. А для нас это очень важно. А еще такой важный момент – это самокритика. Например, если ребенок что-то делает и у него не получается, он начинает расстраиваться. А самокритика даже для здоровых детей – это одна из основ динамики развития. А для наших детей это вообще просто здорово. Улучшение показателей у детей радует родителей. Они признаются, что отдав своих детей в ресурсный класс, не пожалели, а напротив – очень довольны. И все сходятся в едином мнении, что подобные классы должны быть абсолютно в каждой школе. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Один Соло».